Добрый день! Служба информации продолжает свою работу в эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Марина Ярославская. Сегодня годовщина нападения на Нальчик. 7 лет назад столица республики подверглась атаке террористов. В 9 утра 13 октября 2005 группа боевиков блокировала въезды в город. Был обстрелен аэропорт. Предприняты попытки захвата сразу трех отделений милиции. В воинской части военного комиссариата поишли за здание управления ФСБ и охотничий магазин «Арсенал». Некоторые объекты были взяты штурмом. В планах преступников был и подрыв станции мобильной связи одной из компаний сотовых операторов. В течение двух суток Нальчик был в блокаде террористов. В здании третьего УВД боевики удерживали пятерых заложников. В плену бандитов в магазине подарки оставались три женщины. 12 боевиков проникли в здание управления исполнения наказания. По данным правоохранительных органов, в нападении на город участвовали от 80 до 200 человек. Большинство из них были жителями Нальчика. На оборону столицы Кабардино-Балкария, по сути, и всей республики встали свыше 2000 военнослужащих. После многочисленных боев за захваченные террористами здания, правоохранители город освободили. Около 90 террористов убиты, 50 взяты живыми. Избежать потерь среди мирного населения тогда не удалось. 15 жителей Нальчика попали под пули преступников. 35 сотрудников милиции и силовых структур отдали жизни за мир в Кабардино-Балкарии. Более 100 человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения различных степеней тяжести. До сегодняшнего дня продолжается и суд над боевиками, участвовавшими в нападении. На скамье подсудимых больше 50 человек. 13 октября 2005-го стало первым прорывом террористов на улице Нальчика, но, к сожалению, не последним. Спустя 7 лет, прошедших с момента нападения на город, в столице республики опять звучали выстрелы. На проспекте Ленина вчера полиция блокировала двух боевиков. Стражи правопорядка попытались проверить документы у подозрительных мужчин, а те открыли по оперативникам огонь и скрылись в одном из подвалов дома. Спецназ блокировал пятиэтажку, где забаррикадировались боевики. Им было предложено сдаться, но сложить оружие преступники отказались. После нескольких часов спецоперации силовики уничтожили двух преступников. Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны как члены так называемой Нордкалинской бандгруппы Тарустам Тохов, 28 лет, и 29-летний Мирзураб Асадулаги, сообщил Национальный антитеррористический комитет. По оперативным данным, оба с сентября этого года перешли на нелегальное положение. Уже после завершения спецоперации стало известно, что раненый в ходе перестрелки офицер полиции Артур Березгов умер в больнице. Похороны 35-летнего лейтенанта, погибшего вчера от рук боевиков, прошли сегодня Березгов в органах внутренних дел с октября 2007 года. Сегодня в Кабардино-Балкарии в память о сотрудниках правопорядка и мирных жителях, погибших в октябре 2005-го, проходят сразу несколько мероприятий. С утра в 13-й на Чикской школе состоялась линейка в память погибшего 7 лет назад в неравном бою с бандитами Героя России Александра Красикова. Он учился в этой школе и закончил ее на отлично, выбрав профессию чекиста, отдавал всего себя этой работе. 13 октября Красиков первым вступил в схватку с боевиками, которые попытались прорваться в здание ФСБ, и не отступил даже после того, как его ранили. Ученики гимназии и коллеги почтили память Героя России минутой молчания и возложили цветы к его мемориальной доске. Отдавших свои жизни за мир в республике коллег вспоминали и в здании МВД. Открывая Республиканский день памяти, глава ведомства Сергей Васильев подчеркнул, что и сегодня при исполнении служебного долга погибают сотрудники правопорядка. Только в этом году убито 11 полицейских. Министр внутренних дел подчеркнул, что ни один преступник, который посягнул на жизни силовиков, а значит и на спокойствие жителей Кабардино-Валкарии, не уйдет от возмездия. После вдовам и матерям Зубира Шукаева, Ахмеда Гитгафова и Хадиса Керцаева министр вручил ордена мужества. Погибших сотрудников указом президента России наградили посмертно. И сразу после встречи в МВД в сквере милиции на улице Захарова члены правительства республики во главе с Иваном Гертером и семьей убитых полицейских возложили цветы к мемориалу погибших сотрудников. А ровно в полдень в Атажукинском саду у монумента солдатам Великой Отечественной прошел митинг. Республиканский день памяти продолжился на площади Согласия перед Домом правительства на Аллее Героев. Обо всем по порядку наш специальный корреспондент Сафар Гириев. На траурном митинге в сквере милиции министр внутренних дел по КПР Сергей Васильев подчеркнул, что и сейчас продолжают гибнуть сотрудники и призвал сплотиться в борьбе с терроризмом. Без поддержки общества усилия правоохранительных органов сводятся на нет, отметил глава ведомства. После событий 13 октября 2005 года, проявляя мужество и героизм, продолжают гибнуть наши боевые товарищи. Только в этом году мы потеряли 16 наших лучших сотрудников. 17 получили ранения различной степени тяжести. Ежедневно мы помним о тех, кто отдал свои жизни, а забота о них, о их семьях является нашим моральным долгом. Призыв усилить совместную борьбу с негативными проявлениями в молодежной среде прозвучал и в выступлениях представителей органов госвласти и общественных организаций. Погибшие сотрудники органов внутренних дел навсегда останутся в светлой памяти народа Кабарне-Болгарии. Их мужество, героизм и преданность служебному и гражданскому долгу являются примером для сотрудников полиции и предупреждением тем, кто не хочет видеть Кабарне-Болгарию мирной и спокойной, что любое проявление экстремизма и терроризма найдет достойный отпор со стороны правоохранительных органов. Почтить память героев собрались представители местных властей, работники и ветераны правоохранительных органов, преспубликанское руководство, семьи погибших, их близкие, друзья и коллеги по работе. Представители духовенства провели обряд поминовения погибших сотрудников. Участники траурного митинга во главе с премьером КБР Иваном Гертером возложили цветы к памятнику в сквере милиции. Затем такую же процедуру провели и устрелы с именами героев на площади Согласия. Сафар Гиреев, Анатолий Гереко, Вести, Кабардино-Балкария. Одним из первых удар напавших на Нальчик боевиков 13 октября 2005 приняло Республиканское пограничное управление, тогда еще 43-й погранотряд. В списке потерь среди личного состава Денис Сидорович, 25-летний парень, за полтора года до трагедии устроившийся на службу по контракту. Семьей погибшего от рук террористов в канун годовщины встретилась и наша съемочная группа. Хронологию одной беды расскажет Наталья Булат. Это было даже не его дежурство. В тот день Денис Сидорович собирался отбывать на заставу. Вместо «поехали» поразвучал приказ в ружье. О том, что муж участвовал в обороне войсковой части, Наталья узнала следующим утром. Дядя сообщил, Денис ранен. То, что находится в больнице с тяжелым ранением, и тогда я в срочном порядке искала машину, чтобы туда доехать. Доехала, помогли хорошие люди. Дай бог здоровья этого мужчины, который согласился подвезти. В тот момент никто не хотел никуда ехать, все боялись. Вас пустили в больницу? Нет, вовнутрь не пустили. И родителей тоже не пускали. Первые выстрелы со стороны третьего отдела внутренних дел Нальчика послышались около девяти утра. Эти глухие звуки Руслану Габоеву и Масхуту Аппаеву были слишком знакомы. Вспоминают ситуацию. Развивалась стремительно. В это время я вышел с главных ворот и пошел на КВП. Развуки. Столкнулись два автобуса. И оттуда выскочили люди в масках и начали стрелять по зданию. И хотели перелезть через забор. А забор был большой? Ну, примерно такой же, как сейчас, только кирпичный забор. Чуть меньше может быть. Денис Сидорович – единственный сотрудник погрануправления, павший от рук бандитов 13 октября 2005-го. Парню едва исполнилось 25. Его имя теперь в списках на мраморной доске во дворе главного управления. Спустя год после его смерти Наталья сама поступила на службу в ведомство, в учебный центр в Шалушке. Говорит, поначалу самое тяжелое было проходить мимо мемориала. Преодолеть боль помогали его коллеги, теперь уже и ее сослуживцы. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Это все новости выпуска. Служба информации завершает свою работу. Приятных вам выходных.